6 июля 2023 год, иду с дежурства, вспомнил эпизод, который со мной произошел. Ну, правда, понятен он будет как анекдот, как шутка, только харьковчанам. Харьковчанам. Но забывать я его тоже не хочу сейчас, быстренько. Значит, правда, только харьковчане поймут, да это не все, кто помнит харьковчан. Это декоммунизация. Еду я со своей дружбой народа в Северную Салтайку на Одесскую, на основу к сестричке, на 107 маршруте. Возле Героев Труда открывается дверь, в маршрутку заглядывает женщина, говорит водителю. Я до рынка Барабашова доеду. На что он ей отвечает. 50 на 50. В общем, как-то даже жаль, что скоро непонятно будет сейчас и тем, кто не из Харькова, и так непонятно наверняка. До декоммунизации у нас был в Харькове перекресток, проспект 50-летия ВЛКСМ и проспект 50-летия СССР. Ну, его в простонародье называли, соответственно, 50 на 50. От него до Барабашова еще километр идти. В принципе, водитель просто сказал женщине, не шансы на выживание в этом автобусе. А то, что ей потом придется еще с километром пешочком протопать до Барабашова, если она решит ехать на этом 107 маршруте. Любопытно, что когда я рассказал эту шутку, ну, уже со всеми объяснениями, он не застал этих 50 на 50, он маленький еще. Когда я ему рассказал про эти 50 на 50, он посмеялся и сказал, маршрутка Шрёдингера. Вообще не сказано, меня удивило, потому что ему на тот момент было лет 9-10, откуда он про кота Шрёдингера знает. По факту он говорит, папа, это просто мемы, это просто хохмы. Ну, если Шрёдингера используют в мемах и хохмах, в общем-то, аллюлуйя. Я доеду до Барабашова, 50 на 50. Да, сейчас даже не знаю, как эти проспекты называются.